Новый подход – это скорее инструменты подсказок, инструменты мобильных приложений, в которых мы тоже активно работаем, чтобы у человека было понимание, где ему спросить совет, когда он сталкивается с чем-то для себя новым. Но, тем не менее, базовые знания, все-таки основные знания, на опираясь на которые человек живет потом всю свою сознательную жизнь, это знания, которые закладываются в школе. Сегодня так у нас система образования, мы, по крайней мере, в моем понимании устроили. Поэтому тема финансовой грамотности в школах является одной из ключевых создания устойчивого основного финансового, рационального, разумного финансового поведения людей на протяжении всей своей активной жизни. И Банк России в этом направлении с Министерством образования, с ВУЗами, с Академией образования, с экспертами сообщества сотрудничают очень активно. У нас есть соглашение о сотрудничестве, есть проект дорожной карты, который, мы надеемся, в самом ближайшее время будет подписан нашими руководителями. И об этом мы сегодня обязательно поговорим в контексте того, что сделано и что будет в ближайшее время делаться для того, чтобы в школе финансовая грамотность стала одним из базовых предметов. На самом деле, для человека, на мой взгляд, он не менее важен, чем математика или русский язык, хотя всегда каждый, конечно, за свое. Те вот обычно агитируют, говорят, что именно она самая главная. Но просто я одну цифру скажу. У нас количество жалоб граждан на финансовые услуги, которые поступили в прошлом году в Банк России, более 300 тысяч. А как известно, по статистике жалуются только примерно 5% тех, кто считает, что его обидели. Это международная статистика, поэтому если вы множите эту цифру на 20, мы получим 6 миллионов человек, у которых есть та или иная степень удовлетворенности услугами финансового рынка. Это большая цифра, которая постоянно растет. То есть у нас каждый год прирост. Это лишний раз подчеркивает важность нашей дискуссии. И мы первые шаги уже сделали. Я вот завершаю свое вступление, хочу сказать, что у нас с ним образование есть уже опыт успешного сотрудничества по подготовке учебно-методического комплекта «Финансовая грамотность» для средней школы в цикле общего образования, стандартах общего образования. Есть разработанные разделы к учебнику «Общество знания», который издательством «Просвещение», как мы понимаем, готовится к выпуску. И мы очень активно работаем по всем направлениям, чтобы не останавливаться на достигнутом, но двигаться в сторону начального образования, в сторону высшего образования. Это очень большая интересная повестка. И сегодня мы кругом крайне квалифицированных экспертов, руководителей, кураторов этих направлений в разных органах власти и экспертов в сообществе поговорим о том, что предстоит сделать, в чем наши приоритеты, в чем понимание проблем, связанные с спецификой преподавания «Финансовая грамотность» в школах. И попробуем как-то обогатить уже существующие подходы, в том числе коллеги с вашей помощи, с помощью участников в зале. Поэтому призываю вас к активному участию в диалоге, к дискуссии. Мы постараемся, чтобы у нас осталось время для вопроса и ответа. А в последующем это все должно лечь в основу нашего системного взаимодействия, которое будет продолжаться, надеюсь, не один год. Я, знаете, свое вступление коротко заканчиваю и с огромным удовольствием хотела бы передать слово Ирине Анатольевне Петровне, заместителе директора департамента политики, я его так сокращенно назову, в сфере общего образования. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Балерьевич. Уважаемые коллеги, действительно для нас, при Минтерском образовании науки Российской Федерации, вопросы, связанные с расширением, скажем так, содержания образования в общеобразовательных организациях по таким вопросам, как финансовая грамотность, являются жизненно важными, актуальными. И мы действительно активно сотрудничаем с Союзальным банком по расширению и по включению в содержание образования вопросов, связанных с формированием у обучающихся основ финансовой грамотности. Я кратко сегодня расскажу о том, что в целом сделано на уровне Министерства образования и науки Российской Федерации, потому что, по сути дела, действующие законы образования создают максимальные условия для нас, чтобы мы внедряли такого рода программы и такого рода содержания образования непосредственно в образовательные организации. Но, прежде всего, наша совместная деятельность направлена на совершенствование и содержание образования в рамках учебного предмета общества знания, включая такие разделы, как экономика и право. Примерные основные образовательные программы общего образования, в которых определено рекомендуемое содержание, прошли широкое профессиональное и общественное обсуждение и по результатам экспертизы включены в реестр образовательных программ. Примерные программы среднего общего образования также предусмотрены возможности изучения отдельного курса финансовой грамотности. Ну вот вы знаете, коллеги, когда готовили тезисы моего выступления, они включили в них перечень тех понятий, на которых, собственно говоря, останавливаются технологии в рамках изучения этого курса. Это семейный бюджет, источники доходов и расходов семьи, активы, пассивы, личный финансовый план, сбережения, инфляция, банковские услуги, депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Но я бы могла еще и дальше продолжать этот перечень. И я хочу сказать, что уже и для нас, взрослых людей, и для детей это понятия, которыми мы фактически оперируем, если не каждый день, то достаточно часто. Потому что все это не просто ворвалось в нашу жизнь, а стало частью нашей жизни, и мы с этим каждый день, по сути дела, живем. Вместе с тем, успешность освоения любой образовательной программы обусловлена не только тщательной проработкой содержательных аспектов, но и уровнем квалификации педагога, выбором эффективных методов и технологий обучения, а также учебников, учебных пособий и своего рода инструментов освоения образовательной программы. Начиная с 2016 года Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования сотрудничает с Центральным банком России и реализует программу повышения квалификации педагогов по вопросам преподавания основ финансовой грамотности учащимся. Я не буду на этом долго останавливаться, потому что сегодня принимает участие в нашем проработке ректор нашей Академии Евгений Ильич Малеванов, и я думаю, что Евгений Ильич подробно расскажет о том, как выстроена эта работа и какие на сегодняшний день результаты уже существуют. Кроме того, в Министерстве Минфина в России и Центральном банком подготовлены комплекты учебно-методических материалов, о чем Михаил Валерьевич уже сказал, позволяющих школам эффективно реализовывать свои образовательные программы. Мы надеемся, что изучение курса основ финансовой грамотности в школе позволит сформировать учащихся, такие важные и необходимые для современного человека компетенции, которые позволили бы ориентироваться в мире финансов, в том числе предупреждая неоправданные личные финансовые риски и расширили бы их кругозор потребителей финансовых услуг. Но мы знаем, что наша система устроена таким образом, что у нас есть и основная наша деятельность, есть деятельность внеурочная, и поэтому здесь для того, чтобы формировать мотивационные позиции учащихся, необходимо, конечно, использовать все возможные и доступные нам с вами ресурсы. Поэтому наряду с тем, что мы расширяем и углубляем содержание образования по вопросам финансовой грамотности, естественно, школа может не только увеличивать объем часов на изучение тем финансовой грамотности, вести элективные и факультативные курсы, но и, возможно, использовать в этой части максимально такие позиции, как неурочная деятельность, что тоже является частью нашей основной деятельности. Ну, это, естественно, знакомые нам с вами формы, это различного рода экономические кружки, это клубы, это экскурсии на предприятия малого и среднего бизнеса, что, кстати говоря, не так часто в нашей практике бывает, но, наверное, это одна из таких интересных позиций, с которыми детей наших надо знакомить и знакомить достаточно широко. Это встреча с успешными предпринимателями, разнообразная проектная деятельность, которая у нас с вами проработана и с методической, и с технологической точки зрения достаточно хорошо, формирование различных клубов, дискуссионных, творческих, научных объединений. Ну, на этом наша работа не останавливается, потому что мы сейчас находимся как раз на этапе, когда у нас идет в рамках реализации федеральных и государственных образовательных стандартов разработка предметных концепций. И в настоящее время идет разработка концепций по предмету общественного знания. Я напомню, что есть рабочая группа, которая возглавляет постельный комитет Государственной думы по образованию и науке Ильич Никонов. Подготовлен этот проект к концепции, уже у нас проект одобрен в ходе Всероссийской конференции учителей истории и общественного знания, которая прошла в Академии наук уже в текущем году. И, конечно, в этой концепции, в этом проекте концепции немалое время уделено и вопросам формирования финансовой грамотности обучающихся, для того, чтобы все наши задачи, которые мы поставили перед собой, их максимально активно выполнить. Уважаемые коллеги, я также, как и Михаил Валерьевич, призываю всех сегодня максимально активно поработать с нами в рамках нашего круглого стола. Мы готовы будем ответить на вопросы, пообсуждать, выслушать вас, ну и потом принять к сведению и начать работать с учетом того, тех пожеланий, которые будут сегодня высказаны. Спасибо. Спасибо огромное, Елена Анатольевна, за такой сжатый, но очень целостный доклад. Я хотел бы сейчас передать слово Виктору Стефановичу Косюку, заместителю президента Российской академии образования. Виктор Стефановичу очень интересно заявил на тему выступления о финансовой грамотности юных граждан к вопросу о постановке проблемной пути ее решения. Я в качестве преамбула хочу сказать, что я стараюсь хотя бы раз в год читать ролики о финансовой грамотности в школах. У нас вообще принято в ЦБ, что наши сотрудники и руководители обязательно уходят в раз в неделю финграмотности. И это очень важно, потому что дает обратную связь. Я обратил внимание на интересные тренды. Я это последние пять лет делаю непрерывно, может быть, уже и больше. У детей все лучше и лучше понимание инноваций. То есть, например, у всех есть мобильный телефон, у всех есть мобильные деньги. И если пять лет назад я спрашивал, что такое мобильные деньги в средних классах, мало кто понимал, то сейчас все время поднимают руку и начинают что-то рассказывать. Но вот когда я тех же детей спрашиваю, а что такое, например, процентная ставка или инфляция, то, что взрослые принимают более-менее неплохо, ситуация ровно обратная. Возникает такая интересная инверсия. То есть, все инновации дети инстинктивно впитанных, может быть, даже не знаю, как они работают, но фундаментальные, базовые представления о финансовой грамотности провалены. Поэтому у меня вопрос, как на затратке, вот как нам постараться изменить, не то, что изменить, а восполнить тот провал, который мы очевидно видим по фундаментальным вопросам финансовых рынков. Спасибо, Михаил Ильич. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы действительно говорим сегодня о финансовой грамотности и понимаем, что она напрямую зависит от роста благосостояния наших жителей нашей страны. Проблема роста благосостояния россиян является предметом как усилий правительства Российской Федерации, так и нередком источником его критики. При этом и сами действия, и их критика лежат в плоскости макроэкономической, и, к сожалению, мы в последнее время видим, что порой выходит в политическую плоскость, когда используются молодые наши граждане в удовлетворении каких-то политических амбиций. Чаще всего это связано по преимуществу с теми сферами жизни российской экономики, которые сегодня определяются бюджетом государства, это и налоги, и сборы, и акцизы, и бюджетное финансирование государственного сектора экономики. На мой взгляд, это все верно и правильно, однако нельзя не заметить, что при всей оправданности пристального внимания к указанным вопросам, как правило, за скобками остается само экономическое поведение граждан как один из важнейших факторов, влияющих на их собственное благосостояние. И особенности сформировавшихся паттернов экономического поведения россиян сегодня, на наш взгляд, прямо влияют не только на благосостояние, но и на саму макроэкономику. Потому что, если внимательно посмотреть исследования в ЦИОМ, которые опубликованы, всего 34% россиян имеют какие-то сбережения. И это количество остается практически неизменным уже несколько последних лет. И когда мы анализируем причины этого, мы понимаем, что, скорее всего, это как раз в низкой финансовой грамотности всех слоев населения, не только юные граждане нашей страны. При этом, если мы анализируем, допустим, вклады, то то же самое исследование показывает, что у 71% населения вкладов в банках нет. А в основном в банках хранят деньги, либо те, у кого высокие доходы, это 37%, либо люди в возрасте, их общая доля составляет 38%. А большая часть молодежи, лица, имеющие низкие доходы вкладов, не имеют или имеют в небольшом процентном отношении. Ну, молодежь, например, на 18%, люди с низким доходом тоже примерно такое же соотношение. Это вот как раз и говорит о том, что легкая нажива денег и реклама, которая чаще всего играет негативную роль, она здесь вот сказывается на том, что люди не знают правильно, как использовать те небольшие финансовые сбережения, которые у них имеются. И на нас приятный вывод очевиден, что экономическому поведению сограждан явно не хватает экономической рациональности и компетенции, которые связаны с ориентацией и пониманием той части их повседневной жизни, которая сегодня связана взаимодействием личности с финансово-экономическими институтами наше государство. И отсюда, на мой взгляд, две крайности. От недоверия и игнорирования, с одной стороны, до такой безоглядной или иррациональной доверчивости и даже наивности с другой. Несомненно, тот курс, который представлен, он начинает, на наш взгляд, достаточно большой пласт работы по обучению финансовой грамотности, но, как Ирина Анатольевна уже сказала, делала акцент в своем выступлении, что это очень еще серьезная работа, в первую очередь, работа, связанная с совершенством содержания образования, потому что, если курс и будет внедрен отдельно от элементов содержания образования других общеобразовательных предметов, то, на наш взгляд, результат будет не такой эффективный. Нам обязательно надо связать элементы курс финансовой грамотности с элементами в других учебных предметах. Это и математика, и география, и общество знания, и история, и другие предметы. Особенно там, где изучаются экономические направленности, именно тогда эффект будет наиболее, на наш взгляд, эффективным, наиболее лучшим. И хотелось бы еще, конечно, пожелать Банку России не останавливаться на достигнутом, потому что сегодня мы, несомненно, понимаем, что именно молодежь требует вот такого первого глубокого шага в изучении этой проблемы. Но я считаю, что этому необходимо учить и взрослое население, и в рамках системного обучения, и в рамках несистемного обучения по всей жизни, то, что сегодня достаточно активно развивается. И, на мой взгляд, необходимо обратить особое внимание на такие особые категории граждан, которым это, наверное, нужно еще в более востребованной степени. Это, допустим, маломобильные группы, люди с ОВЗ, которые понимают, что эти процессы им помогают решать очень важные жизненные проблемы. Это такая серьезная категория социально дезадаптированных людей, как воспитанники детских домов и лица из числа детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потому что это тоже очень много завязано. И при этом я хочу сказать, что такие примеры есть, в частности, вот, и сам являлся автором одного из проектов, когда мы с одной из отделений банка, Сдербанка России делали специальный такой путеводитель по миру банковских услуг для воспитанников и выпускников детских домов, что сыграло очень важную роль в их экономическом просвещении. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Степанович. На самом деле, подписываясь под каждым словом, все это очень значимо, и мы понимаем, что программа должна быть на самом деле комплексной, что если мы хотим достичь всех слоев населения, всех возрастных групп, то нам нужно пользоваться семьи, не только, собственно, образованием, но и другими коммуникационными возможностями. Тем не менее, оставаясь в рамках нашей секции сконцентрированной на вопросах школьного образования, я хотел бы сейчас передать слово Анне Юрьевне Лозыбниковой, члену-корреспонденту Российской Академии Образования. Это, наверное, главная должность, хотя тут еще довольно такой очень солидный список главный редактор журнала «Преподавание общества знания», руководитель Центра социального манитарного образования и так далее, и так далее. Анна Юрьевна, вы знаете, у вас тема выступления, она такая тоже очень правильная, интересная, финансовая грамотность школьников в состоянии вопроса формирования. Вот я про формирование хотел вам один вопрос задать. Возвращаясь к своим урокам в школе по финграмотности, у детей спрашивают, куда они, понимают они, куда и как надо инвестировать. И мне один школьник, этот вопрос про депозит, один школьник говорит, да, я купил биткоин, я порадовался для него. А что именно ты купил? Биткоин. А что это такое? Ну, это такая классная штука, я вас богатею. Все, на этом наша дискуссия прекратилась. Вот как быть с формированием подхода? Ну, это не плоды нашей деятельности, могу честно сказать. Вы не будете возражать, если я встану? Мне как-то удобнее, удобнее. Так, а потом, может быть, я кое-какие картиночки покажу. Уважаемые коллеги, ну, в рамках своего короткого выступления, значит, я хотела бы совсем коротко остановиться на двух вопросах. Первое, это состояние финансовой грамотности наших школьников по результатам международных исследований. Наверное, вы знаете, что на протяжении ряда лет проводятся международные исследования по различным уровням грамотности, естественно, научной и прочей, в том числе и по финансовой грамотности. Интересно посмотреть, какой же уровень зафиксирован по результатам исследования ПИЗа. И второй вопрос, вот мне кажется, он отвечает характеру нашей встречи. Это все-таки какие проблемы, на мой взгляд, может быть, вы не разделяете, не разделите, моя точка зрения, существуют сейчас при решении задачи повышения финансовой грамотности. Я буду говорить только о школьниках, за все население, так сказать, я совершенно не берусь тут о них рассказывать, и немножко об учителях. Сначала о результатах ПИЗа. Значит, я хочу обратить внимание, что это данные все-таки уже не совсем свежие, 12-го года, но последняя ПИЗа по финансовой грамотности проводилась в 15-м году, и результаты будут открыты в мае месяце. Я думаю, это будет интересно для нас, как меняется ли ситуация, есть ли динамика и так далее. Ну, вот здесь дается краткое определение, это международное определение, что такое финансовая грамотность. Я хочу обратить внимание, что здесь есть три важных компонента, которые мы не всегда имеем в виду. Знание, понимание и умение. Все они важны. Я потом об одном из них, если останется время, попробую сказать отдельно. Вот картинка, которая показывает, на каком месте находятся наши школьники с точки зрения финансовой грамотности. Ну, примерно посередине, так сказать, общего списка, вы видите, тут Соединенные Штаты, немножко выше Франции, немножко ниже государства, которые существуют в рыночной экономике уже очень давно, у них примерно такой же уровень финансовой грамотности. Обследование проводилось применительно к восьмиклассникам, то есть 15-летним подросткам. Были сделаны соответствующие выборки по всем правилам международных исследований. Вот, так сказать, ну, общий результат пока, особенно он нам ни о чем не говорит, но, в принципе, его можно для 12-го года считать неплохим, этот результат. Хотя понятно, что есть резервы для роста. Вот это пример заданий. Просто, чтобы вы имели в виду, какие задания предлагаются ученикам. Задания, так сказать, по всей выборке, которые привлекаются в исследование, ну, они несложные, вообще говоря. Да, здесь есть некоторый элемент вычислений, ну, я думаю, о связи математики и финансовой грамотности мы сегодня услышим. Тут у нас есть Иван Валерьевич Ященко, который нам расскажет, как важно уметь считать, да, для того, чтобы быть финансово грамотным. Есть, но есть вопросы, которые, конечно, выходят за рамки, там, допустим, математической подготовки. Вот простой, совершенно простая задача, это самый первый низкий уровень, вот помидоры в ящиках и помидоры развесные. Значит, что выгоднее купить? Дается цена ящика, указывается, сколько там килограмм, и цена килограмма развесных помидоров. Значит, в принципе, определить несложно, что ящик купить выгоднее. Но здесь есть третий вопрос. Для некоторых людей покупка ящика помидоров может стать плохим финансово вложение. Объясните, что это за категория, почему такое вложение будет плохим. Вот здесь уже математикой не обойдешься, здесь уже нужны другие вещи. Вот это пример, ну, самого такого элементарного задания, чтобы было понятно, о чем идет речь. Значит, вот исследование это содержит еще много интересных параметров, которые важны для всех нас, решающих задачу повышения финансовой грамотности. Я могу отметить, что вот поскольку уже участвую как-то здесь достаточно активно, что работа ведется целенаправленная. И многое уже случилось за довольно короткий срок. Действительно, в учебники общества знания вошел новый материал, который освещает те аспекты финансовой грамотности, которых ранее в наших учебниках не было. У нас были элементы, связанные с финансовыми отношениями в системе в разделе экономическое развитие общества. Там речь шла в основном о банках и их функциях. Сейчас эти сюжеты дополнены очень основательно вопросами, которые важны и интересны для школьников. Кстати, попадание здесь случилось, потому что в рамках ПИЗы опрашивали еще учеников, а каких знаний им не хватает. И многое из того, что сейчас вошло в учебники, вот как раз им заявлялось как некий дефицит. Я очень надеюсь, что издательство просвещения все-таки выпустит эти учебники. Мы приложили немало сил для того, чтобы этот материал там появился. Во всех разделах экономических, которые есть в линейке учеников общества знаний. Кроме того, действительно, и об этом сегодня, конечно, тоже будет рассказ, ведется подготовка педагогов. И мы чувствуем, как люди, работающие со школы, что учителя делают определенные шаги в направлении реализации задачи повышения финансовой грамотности. Вот опять-таки при активном участии Центробанка недавно проводился конкурс учителей, конкурс, направленный на выявление лучших программ, рабочих, которые можно использовать при разработке этой темы. И нужно сказать, что учителя проявили не просто большую активность, они проявили и творчество в решении этих вопросов. Лучшие статьи, которые были выявлены, в ходе, так сказать, специальной работы, уже опубликованы в целом ряде журналов, которые выходят в нашей стране, педагогических журналов. Значит, и это становится достоянием учительства. Это и многое другое, конечно, вселяет надежды, и мы думаем, что и дальше наши финансовые организации и самая основная финансовая организация Центральный банк будут помогать образованию в решении этой важнейшей задачи. Но есть вещи, которые видны только педагогам, и они связаны именно с образовательной деятельностью. Вот буквально на некоторых из них я хотела бы очень коротко остановиться. Первый вопрос связан с подготовкой учителей. Я знаю, что многие организации сейчас такую подготовку ведут. И упор делается, ну, наверное, справедливо на то, чтобы вооружить учителя разными активными методиками, которые следует использовать при решении этих задач. Но вот жизнь показывает, что первый шаг, который здесь надо сделать, это вооружить самого учителя финансовой грамотностью. Ситуация такова, что учителя, которые, например, ведут обществознание в школах, они имеют базовую историческую подготовку. Они затрудняются в раскрытии этих вопросов. А учитель только тогда свободно владеет разными методиками, когда он уверен в своих знаниях по предмету. Когда он на несколько шагов опережает ученика. А в исследовании, вот этом исследовании ПИЗа, определенная часть его была посвящена учителям. Там, например, приводилась такая цифра, что только 27% учителей имеют некоторую подготовку в области экономического знания. Даже не финансового, экономического. Вот поэтому я думаю, что эти две вещи должны идти параллельно для учителя. Было бы, на мой взгляд, очень полезно, может быть, вот как в истории сделано пособие, трудный вопрос истории. Оно предназначено в основном учителю. Может быть, сделать при участии наших финансовых институтов какую-то книгу, там, мифы и легенды, да, в области финансов. Потому что искажение, так сказать, процессов, механизмов и прочее финансовой деятельности, искажение присутствующей сознанию, не только молодежи. Вот такое издание, мне кажется, было бы очень полезно. Во-первых, оно, так сказать, заинтересовало бы, несомненно, учителю и было бы ему очень полезно. Это первый момент, на который хотелось бы обратить внимание. Теперь второй момент. Сейчас мы живем в такой ситуации, когда знание начинает по-настоящему осваиваться, если его спрашивают. Особенно, если его спрашивают на итоговой аттестации. Будь то 9 класс, будь то 11 класс. Поэтому понятно, что если бы мы расширенным образом включили задание, связанное с финансовой грамотностью, контрольно-измерительные материалы по обществу о знаниях, а этот предмет в основной школе сдает более 80% учащихся, а в старшей около 50%. То есть это массовый предмет по выбору. Если бы они вошли, конечно, совершенно очевидно, что интерес к их изучению резко повысился бы и со стороны учащихся, и со стороны учителей. Но здесь возникает проблема. Значит, некоторая часть вопросов, поскольку у нас были финансовые сюжеты раньше в курсе, она входит в измерители. Но в основном это связано с функциями банков, если кто знает наш интерьер. Дальнейшее расширение приведет к разбалансировке варианта, ведь на экзаменах проверяется знание и умение, полученное при течении всего курса, а не только его экономической части. То есть здесь нужно серьезно смотреть, каким образом можно, может быть, таким щадящим способом несколько расширять задания, связанные с формированием финансовых знаний и представлением в этой области. И, наконец, последнее, о чем я хотела бы сказать. Вот сегодня уже эта мысль звучала, и я вначале обратила на нее внимание. Да, вот задания, например, ПИЗы, они в основном ориентированы на умение применить знания. Они носят ярко выраженный практикоориентированный характер. Все на ситуациях, причем в ситуациях типичных, знакомых, которые встречаются почти постоянно и в которые к каждому имеют отношение. И сейчас в нашей практике стало появляться много таких заданий. Это очень полезная вещь, потому что долгое время в нашем образовании превалировало знание. Знание как самоценность. И, собственно, часто образование обрывалось на передаче и трансляции этого знания. Вот продолжение этой цепочки к умению, да, ты знаешь, но ты примени, ты покажи, ты используй для того, чтобы решить проблему. В конечном счете каждый из нас решает какой-то круг проблем и вопросов. Используй то, что ты получил. Здесь большая польза. Но есть еще одно звено. Это понимание. Вот здесь уже говорилось о том, как много ложного в понимании целого ряда процессов финансовых, которые происходят в мире, в нашей стране. Вот, в частности, заправилось такое понятие, как инфляция. Кстати, некоторые задания, связанные с инфляцией, сейчас есть в контроле измерительных материалов. Вот отсутствие понимания этих процессов, мне кажется, ведет к не меньшим издержкам, чем отсутствие умения применить. Потому что люди делают совершенно фантастические выводы. Они спокойно, я имею в виду и учащихся, и преподавателей, вот в условиях определенной эклиптичности наших представлений, которые сегодня имеют место быть, совершенно спокойно соединяют, например, механизмы регулирования несвойственные рыночной экономике. Они наделяют ими рыночную экономику, объяснить этого не могут никак, процессы непонятны, следствие вывести невозможно. А значит, определить свою стратегию по отношению к этому финансовому явлению человек не в состоянии, даже если он хорошо считает, даже если он умеет открыть банковский счет или пользоваться банковской картой. Поэтому, мне кажется, вот когда мы продолжаем работу по формированию финансовой грамотности, и этот компонент упускать нельзя. Это особое, так сказать, мастерство педагога, которому нужно научиться решать эту задачу. Многие справляются, но далеко не все. В заключение я хочу сказать, что я вообще много проектов в своей жизни повидала, какие-то из них кончались, ну, прямо скажем, так сказать, не особенным результатом, но в этот проект я верю. Я верю потому, что уже много сделано, и потому что в нем участвуют люди, которые не только компетентны, но и неравнодушны. Спасибо вам. Спасибо огромное за выступление. На самом деле, я вас слушал, подскудительно поймал себя на том, что, наверное, вам надо цикл лекции записать по финансовой грамотности. Если это еще не сделано, он будет пользоваться большой популярностью, поверьте моему экспертному мнению. Спасибо также за доверие, которое вы нам авансировали, но мы действительно очень искренне заинтересованы, и мне кажется, наш интерес с Минопром здесь совместный, со всей нашей панелью экспертов, что этот проект должен развиваться, потому что если мы не обеспечим его развитие, то, собственно, нам не на чем будет выстраивать финансовый рынок, так справедливо. В отношении мифологии, просто вы знаете, настолько больную тему затронуны, действительно меня, когда мы хотим создать у людей правильный уровень финансовых знаний, и правильную глубину, и правильное понимание основных финансовым терминам, для начала нужно выяснить, а как они сейчас представляют себе финансовый мир. И мы эту задачу очень хорошо осознаем, мы сейчас вместе с ФОМО, с ФОМО «Общественное мнение» проводим такое исследование паттернов финансового поведения, устойчивых стереотипов и той мифологии, которая лежит в их основе. Я пока не готов полностью раскрыть материалы, потому что исследование еще не закончено, но задам вам буквально один блиц вопрос на интерес. Коллеги дорогие, как вы думаете, кто в Российской Федерации регулирует банки? Какие мнения? Можно? Центральная банка. Очень хорошо, спасибо большое, здесь собралась очень высококвалифицированная аудитория. Дело в том, что примерно половина опрошенных сказали, что банки в России регулируют берегательный банк, РФ. И мы, как Банк России, получаем жалобы, которые надо переадресовать себе в банк, куда люди жалуются на то, что какой-то другой банк не выплачивает, например, вклады в случае отзыва в лицензии. Конечно, в таком уровне мифологии, это только один пример из многих, надо сперва разобраться и потом уже формировать правильные стереотипы поведения. Анна Юрьевна в своем выступлении несколько правильных таких подводок сделала к следующим спикерам, очень корректных и грамотных. Один из них касался судьбы учебника по обществознанию. Мы действительно еще летом прошлого года совместными усилиями подготовили несколько таких разделов, параграфов, посвященных финансовой грамотности. И мы надеемся, что этот учебник сыграет очень позитивную роль в продвижении финансовой грамотности в школах. Я хотел бы сейчас передать слово Александру Анатольевичу Данилову, руководителю экспертного совета и научному руководителю Центра гуманитарного образования издательства «Просвещение». И поговорить немножко о том, каков потенциал из самого просвещения, как вы его видите в области формирования учебников по финансовой грамотности. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотел бы сказать, что потенциал издательства, конечно, огромный. Мы все с вами обучились по учебникам, которые издавало издательство «Просвещение». Очень много лет оно существует, 86 полных лет, это год идет 87-й. Оно являлось единственным государственным издательством на территории Советского Союза, которое издавало учебную литературу. И издало без малого 14 миллиардов книг учебных, которые использовали все поколения, так сказать, не только советских людей после 30-го года, но и российские школьники тоже. Но это не в плане саморекламы, а в том, что потенциал действительно большой, раз об этом было сказано. И в этом отношении мне кажется исключительно важным, что не просто имея потенциал взглянуть на то, каким образом его использовать во благообразованию нам нужно, но и искать те новые подходы, эти новые направления, которые не все сразу и увидят. Я знаю одну из очень крупных игроков на рынке книжного учебного книгоиздания, которая не рассмотрела вот эти перспективы как раз с основой финансовой грамотности и вообще с этим новым знанием. И она считала, что мы занимаемся совершенно неразумным делом, так сказать, вкладываясь в этот проект. На мой взгляд, то, что сегодня в течение неполного года, когда курс основы финансовой грамотности, разработанный Банком России с участием ведущих специалистов, которые создали этот продукт, охватил половину практически регионов страны, известен в разных регионах, тысячи людей, так сказать, по нему учатся и совершенствуют свои знания, причем это разная аудитория, аудитория не только та, которая связана с финансовой грамотностью.